За последние пару лет социальное неравенство и расслоение в доходах по всему миру достигло новых высот. Всего 1% населения мира заработал за пару лет 67% всех личных богатств, или 26 трлн долларов. Остальным 99% досталось лишь 37% или 16 трлн. В это же время в Давосе прошел Всемирный экономический форум, на котором преимущественно обсуждали помощь Украине, но никак не проблемы мировой экономики, тренды, риски, кризисы и прочее. Так что же не так с форумом? Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов уверен, что ВЭФ давно превратился в площадку по продвижению конкретных интересов конкретных элит. И с экономикой, и реальными проблемами тамошних участников уже мало что связывает. Своим мнением эксперт поделился в беседе с накануне ТВ. Во-первых, цифры, которые вы озвучили, и можно их продолжать и множить, и они не в 20-м году появились, не в 23-м, которые свидетельствуют о том, что в мире катастрофически наращивается бедность, человечество себя не способно воспроизводить, в том числе там до миллиарда человек голодает и так далее. Эти цифры, которые никого не удивляют и которые уже, собственно, являются таким декларацией капитана очевидность. То есть всем понятно, что существующая глобальная система, она абсолютно не создана в интересах человечества, в интересах абсолютного большинства людей. И, в общем, никто не будет с этим спорить. Поэтому, кстати, опять же, вот на Довозском форуме то, что касается обсуждения общих проблем, опять говорят о том, что надо уйти от капитализма или надо уйти от плохого капитализма. Там разнятся обсуждения в зависимости от вкусов, стилей. Но, в общем-то, утверждение о том, что так дальше жить нельзя, так дальше неправильно, в общем-то, это тоже уже банальность, которую даже неинтересно обсуждать. Но в этом плане к Довозу, с моей точки зрения, относятся, конечно, не совсем правильно или совсем неправильно. Потому что Довоз – это никакая не экономическая организация, не проектно-разработческая, не клуб выдающихся мыслителей и людей, которые благодаря своему уникальному видению продвигают человечество вперёд. Это, по большому счёту, чисто идеологическое мероприятие. Вот я сравниваю это примерно с высшей партийной школой, существовавшей в Советском Союзе. То есть организацией, где важно правильно структурировать мозги всему мировому населению, но сначала его элитам, договориться о том, что будем транслировать всему человечеству, для того, чтобы дальше ещё протянуть сколько-то лет. Поэтому искать там истину на Довозе и вообще как-то серьёзно прислушиваться к рецептам и даже постановкам проблем – это, на мой взгляд, не совсем серьёзно. Это идеологическое мероприятие. Даются такие около, по сути, а-ля Кашпировские установки всему мировому населению, как надо реагировать на все проблемы. И, в общем, ну что мы от этого можем ждать? Ничего. Другое дело, что действительно, убирая вопрос абсолютно идеологизированный с Украиной, это понятно, так сказать, Вашингтонский обком дал установку, нужно здесь стараться. Но если говорить о социально-экономических вопросах, то всем нравится уже окончательно философия, потому что понимают, что экономику обсуждать бесполезно и опасно. Ну и социальное неравенство и по отдельным государствам, и в целом по всему земному шару, оно тоже настолько вопиющим является. И изъятие и прибавочной, и неприбавочной стоимости из населения, они приобрели чудовищные масштабы. Поэтому я предлагаю довоз особенно не трогать, отнестись к этому как к идеологическому мероприятию. И главное, не поддаваться, в том числе не реагировать особенно на это, потому что сейчас у нас тысяча блогеров разного уровня, вплоть до высокопоставленных, начнут, соответственно, разоблачать Ротшильдов, Рокфеллеров и прочих мировых закулис, которые хотят поработить человечество, оцифровать его, осчастливить прививками. И здесь много правильного в этом, если не перебарщивать. Но дело вообще не в этом. Дело в том, что в хаосе, в всемирном хаосе, довоз пытается создать впечатление, что как-то что-то контролируется. Финансовый капитал продолжает по-прежнему выжимать последние соки из человечества, уже там в деривативах какого-нибудь 20-го или 100-го порядка. А нам важно на это не реагировать, а выстраивать свой правильный и справедливый мир. Ну, то есть, получается, можно ли отнести так называемый инклюзивный капитализм того же Клауса Шваба, о котором тоже говорят на Давосе, тоже к той же философии, идеологии, но не к экономическому устройству? Конечно, и это вообще ни к чему нельзя отнести, потому что, с одной стороны, правильно обозначается, что нужно, не капитализм. То есть, такое специальное обозначение до того, как более определённо назвать ситуацию, которой нужна человечеству. Потому что здесь тоже, например, криками «социализм» много не поможешь, потому что дальше вопрос возникает, какой социализм, что это означает практически, что надо действовать. Но вот «некапитализм» — это хорошее рабочее слово, «некапитализм». Но всё остальное, я считаю, это абсолютно такие разовые поделки для того, чтобы, как я представляю, сидят люди там где-нибудь уже вечерком попивая хорошее вино в прекрасных пейзажах швейцарских гор, соответственно, думают, ну вот видите, смотрите прессу, вот начали все тереть по поводу инклюзивного капитализма. Ну и хорошо. Чем бы тебя не тешилось, лишь бы не плакало. А на самом деле никакого проекта, конечно же, нет, но Бог с ними. Не в том смысле, что Бог, конечно, с ними, в прямом смысле, а оставим их. А вот вопрос-то основной, у нас нет проекта, который мы должны предложить человечеству. И большинство человечеств, причём абсолютное большинство, или как Андрей Геннадьевич Ионин очень правильно начинает говорить о, так сказать, мире большинства. Вот мир большинства, который точно не «Семёрка», не «Джи-Севен», не вот эти 50 государств, которые собираются съехаться на Рамштайне, а вот эта коголиция вокруг США, сбитая в последний год, это не мир большинства. А мир большинства, взять даже Индию и, соответственно, Китай по полтора миллиарда, потому что 73 миллиарда. И вообще вся Евразия, по сути, и Латинская Америка, Африка, и вот этот мир большинства, он жаждет действовать иначе. Но мы ему ничего не говорим, мы молчим, разоблачая и ругая этих, в общем-то, чудесных, по-своему, людей в Давосе. Очень интересно высказался недавно Илон Маск. Он сказал, что Всемирный экономический форум всё больше превращается в неизбираемое мировое правительство, о котором люди никогда не просили и которого не хотят. Ну, правильно, но здесь, мне кажется, слово «правительство», оно немножко дезориентирует, потому что, ну, как бы не относиться к любому правительству, даже к нашему, но, в принципе, всё-таки мы понимаем, что это те, кто правят и удерживают ситуацию. Вот, а здесь вряд ли происходит какое-то реальное управление, тем более в интересах большинства. И мировое правительство – это, может, ещё не самый страшный вариант, если бы оно было. Может быть, и нам его и надо создать. Давайте вот, понимаете, потому что всё, вот эти все мировые правительства, там, все другие страшилки, которые у нас любят последние 35 лет друг друга стращать, надо от этого уходить. Потому что править, править – это очень сложно. Править – это тем более человечеством, вот, с 8-миллиардным человечеством, с колоссальными полувековыми перезревшими проблемами, только вот актуальными, а если говорить в целом, заканчивается век начатый, там, условно, с буржуазных революций, с английской промышленной революции. То есть 300-400-летний период просвещения, модерна, он закончился, он не работает. Капитализм не работает. Социализм загнали, забили и загнали в какие-то отдельные, так сказать, зоопарки. И возникает-то вопрос, а как дальше жить? Вот вопрос интересный. А вот эти все мировые правительства из-за кулисы, ну, надо их учитывать, специальные службы должны, соответственно, вырабатывать все системы противодействия, но основной-то вопрос, что проектно мы предложим. И если говорить не про весь мир, а может быть даже как-то частично, хотя бы про нашу страну, вот The Guardian пишет, что даже некая группа сверхбогатых людей обратилась в этом самом Давосе к мировым лидерам и представителям бизнеса с призывом увеличить налоги для богатых для решения проблемы крайнего неравенства. Вот звучит, как какая-то фантазия, но, тем не менее, это предложение могло бы стать, может быть, частичным каким-то выходом из складывающейся ситуации с неравенством доходов, населения, если не в мире, то хотя бы если говорить про нашу страну? На мой взгляд, здесь не надо иметь большую какую-то аналитическую службу, чтобы понять, что за этим на самом деле стоит продвижение вообще в целом нового принципа собирать налоги на глобальном уровне. То есть, если всё-таки сегодня налоги соотносятся с государствами и с национальными системами управления, то последние годы мы видим, в общем-то, по-своему гениальную идею, что надо вообще-то стричь весь мир. И вот эта идея, она дальше и, безусловно, начинается как? Её же не скажешь так. Давайте мы всех обложим данью, и особенно в позиции, например, США или там семёрки, обложим весь мир. Ну, выглядит некрасиво. Поэтому начинается разговор про то, что давайте налоги увеличим для богатых, для самых богатых. Якобы, так сказать, демпфируем чуть-чуть, снизим вот это вопиющее неравенство в доходах и распределение ресурсов. Но, по большому счёту, это просто установление такой налоговой диктатуры, репрессивной системы, где дальше налоги будут собираться за всё, что угодно. Вот Россия плохо себя ведёт, соответственно, ей потолки цен делают. Ну, как бы, другой тип изъятия дополнительных доходов не в налоговой форме, а в форме ограничений потолка цен. И так далее. Кто-то не зелёную повестку продвигает, а какую-то полузелёную, значит, соответственно, тоже по полной должен платить тем странам, которые вкладывают колоссальные деньги в так называемые зелёные технологии и хотят чуть ли не лишить земной шара СО2. А это очень дорого, безусловно. Поэтому здесь надо понимать, что, по сути, полностью проваленной системой управления глобального характера, они пытаются дальше просто всё это превратить уже в такую самую безжалостную систему окончательного эксплуатации и выжимки соков из остатков населения. Никто проблему решать не хочет. И вот здесь всё-таки Россия, ещё раз повторяю, Россия либо восстановит себя как мировая держава, то есть государство способно решать мировые проблемы, образцово показать на своей территории, либо мы и дальше будем разоблачать этих нехороших людей. Что, знаете, какие проблемы? А проблема не очевидна. Первая демографическая, потому что, в общем-то, мир вымирает, и даже несмотря на то, что в Африке к концу столетия почти в три раза увеличится численность населения, по прогнозам всех ведущих мировых аналитических штабов, но в целом-то уже через 10 лет суммарный коэффициент рождаемости в мире будет ниже, чем достаточно, для даже простого демографического воспроизводства. То есть через 10 лет человечество перестанет себя воспроизводить как целое. Про Россию, Японию я уж не говорю, да и в Китае вот уже началось снижение населения, и также он уполовинится, если ничего не делать, к концу столетия, как и России по численности населения. Первый момент. Второй момент. Это, конечно, совершенно другая нужна созидательная экономика, экономика развития, которая строится на максимальной мобилизации человеческого интеллекта, человеческих производительных сил. То есть это не просто научно-технический прогресс, а это, собственно, принцип личностной созидательности, творчества, который поставлен будет в основу всех экономических и хозяйственных систем. Это значит вознаграждение за вклад в продвижение человечества вперед. Третий момент. Это, соответственно, вопрос, связанный с тем же здоровьем. Ведь сегодня население, слава Богу, продолжение жизни растет, это хорошо, но дальше начинаются неинфекционные типы заболеваний, там сосудистые, сердечные заболевания на первом месте. Это тысяча проблем, тоже, например, тайна того же высокого давления, гипертензии. Никто не знает сегодня в мире, вы можете представить, что там условно 3-4 миллиона считаются близки к гипертензии, 2 миллиона в чистом виде имеют гипертензию, миллиарды, виноват, миллиарды. И, соответственно, никто не знает причины, как эта гипертензия возникает и так далее. И вот эти мировые реальные проблемы, их и нужно консолидированно решать. У России все для этого есть. Россия может перевернуть всю геополитическую ситуацию буквально прям без преувеличения там за полгода. Но Россия ничего не делает, а наша замечательная патриотическая общественность разоблачает довоз инклюзивный капитализм и всех Рокфеллеров собрать. То ли Рокфеллеры взяли первенство, надо, соответственно, с замечательными Ротшильдами, либо Ротшильды уже вышли вперед. Вот, в мой взгляд, пора переходить к созидательным действиям. Ну а для созидательных действий, как Вы обычно говорите, нужны развития своих индустрий. Конечно. И в этом смысле мы должны показать пример. Тем более, что это не вопрос, так сказать, от избытка сил. Это вопрос нашего выживания. Потому что мы сегодня не способны производить практически ничего сами. Мы не суверенная экономическая система. Нужна мобилизационная экономика. Это проект из 100 новых национальных индустрий. Готов подробно их обсуждать. Но важно то, что мы должны по-новому посмотреть. Россия должна предложить человечеству общий проект интересный для мира большинства. Россия должна показать, как она сама это делает через инициирование 100 фондов по 100 новым национальным индустриям. Это надо, можно делать вот сейчас, через 5 минут. Возникает вопрос, где наше государство, где оно прячется, где оно скрывается от Ротшильдов и Рокфеллеров. Подписывайтесь на канал Накануни ТВ и распространяйте.